Жители города Опи замерзают в своих квартирах. В местную администрацию и диспетчерскую службу поступают десятки жалоб. Почему температура не соответствует нормативам и есть ли у людей шанс согреться, расскажет Кирилл Полиенко. Трехкомнатная квартира семьи Батаевых превратилась в двухкомнатную. В спальню лишний раз стараются не заходить. Мы ее закрываем, потому что не можем отопить все. Представьте. Шерстяные носки и теплые кофты многие жители многоэтажек не снимают ни днем, ни ночью. 15 градусов. У меня две угловые комнаты. При 30-ти градусных морозах батареи в квартирах едва теплые. Замерзает вся южная часть города. Вот так вот сижу, накинул все. Печку включаю электрическую. У Валентины Выжиковой свой рецепт. Имбирный чай с медом помогает хотя бы ненадолго согреться. Постоянно включать обогреватель пенсионерка не может себе позволить. Мотает же много. Энергии много. А у меня нет средств платить за энергию, поэтому терпим. В городской администрации претензии людей признают справедливыми и объясняют. Старая котельная 70-х годов постройки при аномальных морозах не справляется со своей задачей. Теплоноситель подается на несколько градусов ниже графика в связи с выходом из строя одного из котлов нагревательных. Ремонт должны завершить сегодня. И может быть уже этой ночью температура в квартирах будет соответствовать нормативам. Но впереди еще почти вся зима. И гарантировать, что изношенные котлы продержатся до весны, сейчас не может никто. Лишь следующим летом всю систему отопления в АБИ планируют перевести на газ. Тогда старые котельные останутся только в качестве резерва на случай ЧП. Кирилл Полиенко, Максим Федосеев. Новости здесь, Новосибирск. Новости здесь, Новосибирск.